Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже. Турецкая пряжа полушерстная от фирмы Alize. Серия называется Lana Gold Plus. Это довольно-таки толстая пряжа, намного толще, чем обычная Lana Gold. Поэтому обратите внимание, в этой пряже 140 метров 100 граммов. Здесь очень пряжа классная тем, что сейчас очень модно вязать именно из толстой пряжи вещи, какие-то аксессуары, шапочки, шарфики, снуды и так далее. Поэтому эта пряжа в качестве классного, скажем так, для использования очень подходит. Почему? Потому что соотношение цены пряжи, качества и, соответственно, вы получаете толстую ниточку для изготовления изделия, которого вам хочется. Очень пряжа классно подходит для кардигана, для тех, кто любит объемные вещи толстыми спицами. Поэтому, в принципе, можете эту пряжу взять. Это довольно-таки хороший метраж 140 метров, как для, скажем так, цены этой пряжи. Вот, мне нравится эта пряжа при стирке. Она практически не садится, не деформируется. Очень хорошая в носке, минимум кашлатости. То есть, мне она очень-очень нравится. Поэтому, так как я использую ее сама, рекомендую и вам. Стирать, конечно же, я рекомендую при 30 градусах вручной стирке. Спицы сюда нам рекомендуют использовать 5-7, но, честно говоря, это для тех, кто хочет вязать кардиган. То есть, сенорочка это довольно-таки толстые спицы, поэтому предварительно свяжите небольшой образец и спиц, которые будете вязать для того, чтобы потом не получилось каких-то, в общем, скажем так, сюрпризов. Вот, теперь же, в принципе, можно этой пряжей вязать и крючком. Но здесь почему-то не написано. Но, в принципе, я думаю, что здесь можно десяточку брать, восьмерочку брать. То есть, для тех, кто хочет вязать такие снуды красивые, объемные. Вот, спицы, конечно же, здесь можно брать четверку для, в принципе, лицевой глади плотной. Ну, такой, довольно-таки плотной. Вот, ну, в принципе, пятерочку можно использовать для, опять же, лицевой глади и так далее. То есть, вы уже толщину спиц фиксируете сами, смотря для чего вы хотите и какой результат вы хотите получить объема. Поэтому, в принципе, эту ниточку, повторюсь, использовать рекомендую, так как пользуюсь сама. Кто что вязал из этой ниточки, конечно же, делитесь в комментариях, оставляйте отзывы о этой пряжи. В общем, делитесь хорошим настроением, ставьте лайки мне, спасибо. Всем ровных петелек, хорошего настроения. Пока-пока. Продолжение следует...